Говоря о современном паблик-арте и популярных арт-объектах в Москве, нельзя не вспомнить о муралах, живописи на архитектурных сооружениях. Все чаще и чаще в столице мы стали видеть не стихийное граффити, не имеющее ничего общего с эстетикой, а настоящее произведение искусства. Кто бы мог подумать, что, например, мурал, по сути, граффити, появится на стене новой третяковки. Ее автор – художник Дмитрий Аске. Суть граффити заключается в тиражировании своего псевдонима или названии команды, то есть в написании букв, баллончиком, маркером, чем угодно. Мне в какой-то момент просто стало скучно этим заниматься, и, кроме того, параллельно учился на графического дизайнера, и в какой-то момент стал смешивать граффити с графическим дизайном, а в 2009 году подумал, что буква не очень обычным людям, понятно, их ценят только другие граффити-райтеры, либо дизайнеры, и переключил свое внимание на создание композиции с лицами, персонажами, какими-то фигуративными историями. С тех пор развиваю это направление. Сначала в цифровом формате больше работало, потом уже вернулся обратно на стены и стал делать картину с такой же графикой. Если говорить про сам визуальный язык, я обычно говорю, что это векторная графика, которую я могу перенести в различные материалы, или нанести на стене, или сделать скульптуру. В целом она вдохновлена советским монументальным искусством, русским авангардом, всяким дизайном, иллюстрациями из 70-х, 80-х, а также графикой из компьютерных игр из 90-х и конструктором Лего. В прошлом году я выиграл открытый конкурс паблик-арта, в рамках которого в итоге нарисовал здесь свое произведение на двух сторонах вот этой фальш-стены. Называется оно «Между» и состоит из двух частей. С лицевой стороны там нарисована композиция, состоящая из отсылок к произведениям русских художников из коллекции «Новой Третьяковки», а с этой стороны история про жизнь девушки-персонажа в красном. И название говорит о том, что мы находимся между нашей реальной жизнью и искусством. Так же, как буквально в пространстве музеона мы находимся между искусством в музее, искусством в общественном пространстве и просто нашей жизнью, когда мы прогуливаемся здесь по городу. Я бы мог сравнить искусство в общественном пространстве, например, с искусством, которое можно разместить у себя в квартире. Например, если мы сравним новую квартиру с ремонтом, просто с голыми стенами, и ту же самую квартиру, в которой мы повесим работы художников, которые нравятся владельцу квартиры, и сразу можно будет заметить, что это пространство начнет выглядеть по-новому, более живым, более интересным. И то же самое можно отнести и к работам художников в городском пространстве. То есть, если они грамотно размещены, они будут здорово дополнять пространство и вдыхать в него какую-то новую жизнь, новую энергию и дарить людям положительные эмоции. Этот мурал хорошо знаком жителям улицы Академика Анохина. Кажется, что котики авторства Александра Знака были тут всегда. Однако им всего несколько лет. Данная будка находится на улице Академика Анохиной. Разрисовал я ее в 2019 году. Это был конкурс по росписи трансформаторных будок, и я принял участие. До этого здесь был такой скудный пейзаж. Я решил ее преобразить и нарисовать что-то более милое и интересное. И решил нарисовать котиков, потому что их любят все. Здесь изображены два стиля – фотореализм и более мультяшный стиль. Мультяшный стиль более понятен детям, а реализм для взрослых. Арт-объекты помогают украшать город. Людям интересно, и получается, как цепочка. Кто-то сфотографировал, выложил, и другие спрашивают, а где ты там это нашел, и едут смотреть, фотографируются. Когда появляются какие-то милые, скажем, персонажи, у людей вызывают улыбки, и как-то мир становится более добрее. В данный момент работаю на Каштановой улице. Там будет котик в стиле Ван Гога и кот в стиле Климта. Мурал на стене дома – это интересно, необычно и привлекает внимание. Но есть в столице места, где есть не просто расписанные стены, а целые арт-кварталы. Чтобы посмотреть на такой квартал, приезжайте, например, на улицу Электродная, что в районе Перова. Данные здания, когда мы их приобретали, они использовались как складские производственные площади. Ну, то есть, условно, сидела шиномонтажка, автосервис, еще что-то. И достаточно скучная фасадная линия у улицы была. Когда мы начали делать торговый центр и бизнес-центр, ну, это было как будто бы немножко неинтересно, ну, то есть, хотелось сделать нечто большее. Родилась вот такая идея превратить и улицу в галерею под открытым небом, где, ну, все могут гулять, смотреть, делать фото. Даже чтобы путь домой от метро, он представлял из себя какое-то интересное приключение. У нас проходит достаточно большое количество разноплановых, разнообразных мероприятий. Это в том числе и выставки, и концерты, и спортивные мероприятия. И очень приятно получать отзыв от местных жителей, в том числе, что я никогда не думал, что когда-нибудь данный артист появится на шоссе энтузиастов, выступая, а не просто случайно проходя мимо. Как меняет креативный кластер, находящийся в каком-либо районе, сам район? Это и создание инфраструктуры. У нас здесь расположены и бары, и офисный комплекс, и рестораны, и танцевальные студии, обучающие студии. Соответственно, каждый может в зависимости от своего настроения, предпочтений и так далее, прийти, провести время или просто прийти прогуляться в какой-то свежей среде. Мы регулярно устраиваем так называемые open call. То есть, когда мы выбираем какую-то поверхность или какой-то объект, или какое-то место, где мы хотим разместить фигуру, либо граффити, либо рисунок, призываем молодых энтузиастов участвовать у нас в конкурсе, присылать свои работы и варианты. После чего мы выбираем победителя, оплачиваем его работу, оплачиваем материалы расходные, и получаем новый дополнительный арт-объект, а молодой человек или девушка, возможность реализовать свою идею. Любой объект искусства может нравиться или не нравиться. Мы часто либо восторгаемся им, либо высказываем абсолютно противоположное, негативное мнение. Но практически всегда оно оставляет какой-то след в нас. Искусство – очень сложный феномен. И, конечно, поражать, заставлять удивляться, видеть в привычном что-то новое – это одна из задач искусства. Искусство ведь в нашей жизни присутствует в самых разных формах. Поэтому то искусство, к которому мы привыкли, которое украшает нашу жизнь, оно точно так же востребовано, как и то искусство, которое нас поражает и заставляет несколько опешить. Вопрос баланса этих двух составляющих. Потому что если слишком много того, что нас постоянно поражает, то просто наш окружающий мир разрушится. Отношение к арт-объектам очень наглядно демонстрирует состояние общества. Потому что искусство тогда и становится искусством, когда оно привносит что-то новое. И даже, скажем, те объекты, которые не воспринимаются как объекты искусства, достаточно вспомнить черный квадрат Малевича или всю ту же глину. Но с точки зрения обычной повседневной жизни, как объект искусства не воспринимается. И рассуждения вроде того, что любой ребенок может нарисовать черный квадрат, и любой школьник может сделать смятую глину. Вот эта вот реакция общества на эти арт-объекты, она показывает, что насколько это общество способно, во-первых, прочитывать концепцию, заложенную в этом объекте искусства, способно это воспринимать и, наконец, способно это переносить. Это именно индикатор толерантности ко всему новому и неожиданному, что существует в обществе. То есть восприятие не как нарушение привычного порядка, а как нечто новое, еще не понятое, но требующее от общества определенных усилий для движения вперед. Арт-объект очень часто и является тем пространством или той формой, в которой мы проецируем свое содержание. То есть когда мы смотрим на арт-объект, на одну и ту же картину, действительно, каждый из нас может рассказать о ней что-то свое. И поэтому любой арт-объект еще сталкивает нас с самими собой. Размышляя об этом, говоря о нем или просто переживая арт-объект, мы, по сути, переживаем себя. Какие-то части нас начинают жить, проживаться и проговариваться, если мы вместе с кем-то наблюдаем арт-объект. Известный психолог Карл Юнг говорил о том, что если во время отпуска вы идете в казино, значит, у вас внутри казино. Если вы во время отпуска едете к океану, значит, внутри вас океан. И поэтому в зависимости от того, что мы выбираем лицезреть, куда мы идем в какой-то момент нашей свободы, по-многому говорит о нас. Если человек говорит, я отрицаю все эстетическое, мне не нужно, давайте поставим заборы и покрасим их серой краской, то это многое говорит о человеке. А если человек выбирает смотреть на эстетическое, на красивое, строить, украшать свой город, то это говорит о той красоте, которая есть внутри него. Когда люди живут в красивых городах, они начинают встраивать в себя эту эстетику и перекладывать эту эстетику на свою обыденную жизнь. Они по-другому относятся к своему дому, люди начинают по-другому воспитывать своих детей, они начинают в том числе красиво думать. И поэтому, в принципе, жизнь в эстетике помогает нам внутри себя быть красивыми и иметь целостную психику. Пространство паблик-арта безгранично. Прикоснуться к нему может каждый. Нужно лишь научиться видеть, понимать, чувствовать. И в Москве есть все для этого. К восприятию уличного искусства изначально не готовы не только москвичи, но и, в принципе, жители любых городов. Вот как в Москве был скандал с большой глиной на Красном Октябре, такие же скандалы регулярные есть по всему миру, с художниками первой величины. Это нормальный процесс. Человек, как правило, всегда с недоверием, с отрицанием относится к чему-то новому и непривычному. Поэтому знакомство, оно может быть только таким процессом. Людей надо знакомить, они от отрицания в какой-то момент приходят к пониманию, а дальше и к любви. Хотелось бы верить, что будущее паблик-арта в Москве достаточно светоразнообразное. Довольно много проходит в последние годы фестивалей, как городских, так и частных, посвященных паблик-арту в разных его формах. Фестиваль «Атмосфера», он главным образом посвящен стрит-арту. Фестиваль здесь сейчас регулярно проходит в Москве, посвященный паблик-арту. Несколько лет назад прямо на Красной площади был фестиваль «Красный сад», где вдоль ГУМа стояли порядка 10 работ паблик-арта. В общем, Москва развивается и надеюсь, что этот тренд будет только усиливаться. Москва многоликое, и ее уличное искусство многоликое. Вообще весь город похож на огромное арт-пространство со своими красками, формами, стилями. И это хорошо, что нам что-то нравится, а что-то нет. Хорошо, что мы не проходим равнодушно, а спорим, обсуждаем арт-объекты, вспоминаем историю, смотрим в будущее. Город живет. Мы живем. Смотрите почаще по сторонам, замечайте детали. А вдруг та скульптура или роспись, мимо которой вы прошли только сегодня, через пару десятков лет станет признанным шедевром искусства?